Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов. И в начале выпуска коротко о главном. 24 часа задержания для семейного дебошира недостаточно. Такое заявление сделала Можелесвума Казбекова на презентации законопроекта об административных правонарушениях в Можелесе. Отсрочку по таможенным пошлинам смогут получить казахстанские бизнесмены. Об этом стало известно в Можелесе на презентации проекта нового таможенного кодекса. В Уральске обсудили новый закон о государственных закупках с участием вице-министра финансов республики Руслана Бекетаева. 24 часа задержания для семейного дебошира недостаточно. Такое заявление сделала Можелесвума Казбекова на презентации законопроекта об административных правонарушениях в Можелесе. Получается, что новшества казахстанского законодательства ухудшили положение жертв бытового насилия. Ранее семейного дебошира задерживали на срок до 48 часов. Что было весьма действенной мерой. Затем срок задержания сократили до 3 часов. Но за это время невозможно утихомерить семейного тирана. И возвращаясь в семью, он еще больше терроризирует родных. После срок увеличили. Реальность такова, что зачастую факты насилия либо утаиваются в семье, либо рычаги административно-правового воздействия недостаточно эффективны. Официальные данные говорят о необходимости принятия кардинальных мер по искоренению этого зла. Ведь каждое третье убийство в Казахстане завершено в семье. В полиции пояснили, что основанием для внесения изменений в законы с 3 до 24 часов административного ареста послужило то, что практически всегда эта санкция применяется по тем правонарушениям, которые происходят в сфере семейно-бытовых отношений. Теперь здесь двойная получилась коллизия. Во-первых, штраф налагался на него, а оплатила семья. И во-вторых, через 3 часа он не отрезвался, приходил домой и поступали более тяжкие последствия. Потому что супруга написала на него заявление. Страдают дети, страдает семья, страдают соседи. Естественно, за 3 часа нахождения в органах внутренних дел ни один семейный дебошир в нормальное состояние не приходит. Наоборот, он озлобляется, приходит домой и продолжает свои преступные действия. По данным генерального прокурора, в результате бытового насилия в прошлом году погибли 36 женщин и один ребенок. Насилию подверглись более 2000 женщин. Из-за суицида ушли из жизни более 700 женщин. Около 200 подростков покончили с собой. Именно поэтому мажорист Вуман Казбекова предложила увеличить срок для дебоширов еще раз. И рекомендации всех общественных организаций были 48 часов. 24 часа вы абсолютно правильно говорите, что я не уверена о том, что дебошир за 24 часа успокоится и придет в норму. Объясните, пожалуйста, почему 24, а не 48? Почему нельзя вернуться обратно к 48? По данным МВД, наиболее распространенными причинами бытовой преступности являются пьянство, алкоголизм и наркомания. В состоянии опьянения совершается каждое пятое преступление в нашей стране. Почти половина убийств и более 60% всех семейно-бытовых преступлений. Но, по словам юристов, нельзя уравнивать уголовные наказания с административными. В большинстве случаев до 48 часов. Теперь же вы хотите уравнять санкции административно-правые с уголовно-правыми. Это не совсем правильно. Изначально у нас сидело в редакции 3 часа. Хорошо. В отдельных случаях мы согласились с позицией МВД, что надо все-таки увеличить этот срок по отдельным видам административных правонарушений. Но сравнивать санкции уголовно-правые с административно-правыми и делать их одинаковыми будет неправильно. Дебоширят больше всего в неблагополучных семьях. Всего в стране на учете находится около 12 тысяч таких семей, где проживает 16 тысяч детей. По ходатайству полиции судами ежегодно около тысячи родителей лишаются родительских прав. Тем самым искусственно увеличивается уровень социального сиротства в стране. Боржан Шехмед Ганизатор Спанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Отсрочку по таможенным пошлинам смогут получить казахстанские бизнесмены. В отдельных случаях предоставляется рассрочка до 6 месяцев без уплаты процентов. Об этом стало известно в Можилисе на презентации проекта нового таможенного кодекса. Это принципиально новый подход к таможенному регулированию, автоматизации бизнес-процессов на таможне. Внедряется электронное декларирование. На бумаге декларирование останется лишь в отдельных случаях, например, при технических сбоях. Также предусмотрен механизм единого окна. Новый таможенный кодекс ЕАЭС создаст единые правила для всех стран пятерки. Разработчики документа постарались максимально унифицировать таможенные операции. Предполагается, что все пункты таможенного администрирования на территории ЕАЭС будут одинаковыми. Также предусмотрен единый регламент работы. Главное, внесено новое упрощение в виде предоставления срочки по уплате таможенных пошлин. Вы получаете страховку, платите минимальную стоимость, но при этом вы можете воспользоваться товаром и не платить полную сумму платежей. Если у вас такой необходимости нет, вы просто уплачиваете платежи и получаете свой товар. Это только в том случае, если вдруг у вас финансовые затруднения и не хватает денег на уплату платежей. Тогда есть сегодня возможность товар на складе не держать. А иначе вы оставляете товар на складе и вы платите за его хранение. То есть в любом случае это выгода и упрощение для бизнеса и для всей внешней экономической деятельности. Спасибо. Но у бизнесменов есть одна проблема. Из-за серьезных различий в таможенных законах стран-участниц предприниматели несут большие риски, а иногда и прямые убытки. Нередки случаи, когда на границе одной страны задерживают грузы, предназначенные для потребителей другого государства. В случае перевозок продуктов питания подобные истории на таможне заканчиваются весьма плачевно для бизнесменов. Да и задержка не порчащихся товаров влечет за собой выплату неустойки конечным получателям. Я считаю, что уменьшение 10 дней до 5 дней это тоже как бы не совсем правильное решение. Раз мы автоматизируем, почему нельзя эти сроки вообще минимально сократить? Потому что к этим вы знаете, что именно при транзите возникает очень много вопросов. Мы про выезде тоже видели. С чем это связано все-таки, что мы 5 дней держим? Есть, наверное, перевозки, когда скоропортящиеся, наверное, есть продукция и так далее. То есть я думаю, что автоматизация должна позволить сократить как минимум до 3 дней. Конечно, мы тоже за то, чтобы досмотры меньше делились. Но если стандартно посмотреть одну машину из нашей практики, чтобы проверить, выгрузить, просмотреть, обратно загрузить, ну, меньше суток никак не появится. А если ему нам придется, это придет на конец дня, ну, после обеда, к примеру, ясно, что мы уйдем на второй день в любом случае. То есть есть, ну, не работаем мы целый день, наши люди тоже отдыхают здесь. А если с учетом выходных, то тоже, ну, выходные считают. Поэтому норму обсуждали, общий подход в Союзе был. Давайте сократим на этом этапе, можно дальше? Еще одно важное преимущество нового таможенного кодекса – переход на современные информационные технологии, благодаря чему пропадет необходимость в бумажных декларациях. А, соответственно, не потребуется и пакет сопроводительных документов к ним. Правда, останутся исключительные случаи, когда будет необходимо подавать таможенную декларацию в письменном виде. Но главное – минимизируется физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. В Уральске обсудили новый закон о государственных закупках. По этому поводу в здании Западно-Казахстанского областного маслехата состоялось заседание с участием вице-министра финансов Республики Руслана Бекитаева и Акима Западно-Казахстанской области Алтая Кульгинова. В ходе мероприятия также приняли участие сотрудники Министерства финансов и представители Национальной палаты предпринимателей Атамикен. Какие вопросы обсудили участники, расскажут наши корреспонденты. Изменения в правила осуществления государственных закупок были внесены 1 августа текущего года. В новый закон внесен ряд параметров, касающихся государственного закупа. Одним из наиболее острых вопросов является проблема, когда в технической спецификации содержатся необоснованно завышенные требования к поставщикам. Также необоснованно отклоняются конкурсные заявки. Все эти проблемы с внедрением нового закона должны быть упрощены. Мы предлагаем ввести четкое градирование, что будет покупаться на республиканском уровне централизованного. Условно, это будут IT-проекты, это будут закупки, связанные с приобретением автотранспорта, может быть, какие-то крупные инвестиционные проекты. То, что касается областного, это уже больше то, что Аким в области сегодня поднимал. Это ПСД-разработка, это разработка в том числе инвестиционных проектов, которые не такие крупные, будем так говорить, но для областного уровня достаточно. Сразу после внедрения законопроекта его начали разъяснять во всех регионах страны. Подобные семинары уже прошли в Северной и Южной области республики. Немножко для поставщиков упрощается, сокращается ряд требований. Все направлено на оптимизацию, на упрощение самих процедурных закупок для поставщиков. Еще один вопрос, на который стоит обратить внимание, сроки проведения государственных закупок. Предприниматели по-прежнему остаются ими недовольны. Сроки должны быть на наследие оптимальные, которые не дароматизируют и не затягивают процесс государственных закупок. Поэтому 10 дней, полгода достаточно. Новой нормой законодательства стало положение о том, что населенные пункты численностью свыше 2000 человек должны проводить государственные закупки самостоятельно. Марина Горбух, Мирбулат Жигипаров, Александр Крабуриев, ТДК-42. Казахстанские меценаты намерены ввести обширную работу для устранения социального неравенства и решения проблем людей с ограниченными возможностями. Но главной загвоздкой в этом благом деле стала недостаточная информированность возможных спонсоров. В связи с возникшей ситуацией Палата предпринимателей запустила акцию «Атомикиным», которая стартует в 16 регионах Казахстана. Аиша Киреева продолжит тему. Сегодня в колледже газа, нефти и отраслевых технологий был проведен круглый стол, где в ходе встречи бизнесмены подчеркнули важность проявления социальной ответственности и поделились опытом. Один из спикеров, предприниматель Биржан Кужаков, внедрил в производство изготовление вертикализаторов и оказал спонсорскую помощь детям-инвалидам, передав в пользование 147 аппаратов на общую сумму 24 миллиона тенге. «Государство помогает инвалидам, да. Есть те, которые аппараты, которые государство не может покупать. Те, которые аппараты в Казахстане не производят. Вот для этого, чтобы купить, подарить детям, именно нужны предприниматели. Это аппарат называется вертикализаторы, те, которые не производятся в Казахстане. И сумма у них от 400 до 1,2 млн доходит. То есть простые граждане это не могут купить». На официальном интернет-ресурсе Национальной палаты предпринимателей Атамикен будет запущена рубрика «Благотворительность», где будет реестр социальных проблем. Данный раздел позволит каждому казахстанцу, нуждающемуся в какой-либо поддержке или помощи, оставить заявку в онлайн-режиме. Предприниматели, в свою очередь, смогут откликнуться на запрос. «Акция вовлечет и других предпринимателей, поднимет их социальную ответственность. И что немаловажно, что вовлечет новых молодых предпринимателей в социальную ответственность. На основе этого анализа можно уже дальше разработать необходимые изменения в законодательстве для стимулирования социальной ответственности предпринимателя». Надо помнить, что с болезнью столкнуться может каждый. Но когда речь идет о детях, то есть будущем нации, здесь нельзя оставаться в стороне. Аиша Киреева, Олег Висаренко, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Западно-Казахстанской области у браконьеров изъяли рога сайги. Об этом сообщают сотрудники Департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области. Подробнее о факте браконьерства расскажет моя коллега Марина Горбук в рубрике «Криминальная хроника». Сейчас она присоединяется к нашей студии. Марина, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, где браконьерам удалось поймать краснокнижных животных. Здравствуй, Сергей. Добрый вечер, дорогие телезрители. Случай произошел в Женебегском районе, но пока неизвестно, были ли пойманы сами животные. Казалось бы, район находится под контролем. Как же все-таки браконьерам удалось совершить преступление? Подробно об этом сотрудники полиции не сообщают. Известно, что случай произошел в конце августа текущего года. Преступников удалось задержать 11 сентября. Оказалось, что это двое граждан 1981 и 1992 года. Выяснилось, что они незаконно приобретали и перевозили рога сайги. Изъято было четыре рога. Сейчас они отправлены на судебно-биологическую экспертизу. Данный факт зарегистрирован согласно статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Расследование ведется районными отделами органов внутренних дел. В Уральске практически ежедневно регистрируются факты незаконного сбыта наркотических средств. Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 8 сентября текущего года в поселке Дирков задержали ранее судимого гражданина 1982 года рождения. Было установлено, что он, находясь возле дома, незаконно сбыл некому гражданину К. наркотическое средство. Экспертиза подтвердила, что им оказалась марихуана высушенная. Общим весом более 8,5 граммов. Также 10 сентября текущего года в одном из микрорайонов города Аксай была остановлена машина «Мерседес-Бенц». При досмотре пассажиров в заднем кармане брюк был обнаружен сверток бумаги, в котором находилось зеленое вещество растительного происхождения, предположительно наркотик. По данному факту назначена экспертиза. По двум фактам возбуждены уголовные дела по статье 296 и 297 Уголовного кодекса Республики. Даже в случае кражи оружия при выявлении нарушений в его хранении владельцы могут привлечь к административной ответственности. Подобный случай произошел 12 сентября. Экипажем ночной группы «Сова» участковыми инспекторами было замечено трое подозрительных лиц, которые при виде патрульной машины попытались скрыться. Вскоре они были задержаны, после чего у них изъяли кодкосвольное оружие с патронами. Как выяснилось, оно было похищено той же ночью с припаркованной возле одного из домов машины УАЗ. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют причастность задержанных к другим преступлениям. Возбуждено уголовное дело. Гладелец гладкоствольного ружья за нарушение требований хранения гражданского оружия привлекается к административной ответственности. В Западно-Казахстанской области сгорело несколько сотен гектаров степного массива. Об этом сообщают сотрудники департамента ЧАЭС. Возгорание произошло 14 сентября в Зеленовском районе, рядом с поселками Кушум и Большой Чиган. Ликвидировать возгорание удалось на следующий день. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники. Причины возгорания на данный момент выясняются. Пока у меня все, но это лишь часть событий, произошедших на этой неделе. Напоминаю, что имена и фамилии мы не указываем в интересах следствия. Спасибо за внимание, дорогие телезрители, и будьте осторожны. Сергей. Спасибо, Марина. А мы продолжаем наш выпуск. Государственная экспертиза по рассмотрению проектно-сметной документации полностью перешла на электронный формат. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством генерального директора госэкспертизы Тимура Карагойшина. Запущен электронный портал, где имеются данные о каждом казахстанском проекте, который находится на экспертизе. Данная норма упрощает доступ к информации о проектах. Мы стараемся, чтобы экспертиза была прозрачна для всех. Любое граждане Казахстана раньше не могли это увидеть, не было доступности. Сейчас взять с фотого телефона айфон, можете включить ее, зайти в сайт государственной экспертизы. Это для любого казахстанца. Зайти в сайт государственной экспертизы, войти в интерактивную карту и войти в любой регион. И если нажать на этот любой регион, вы можете увидеть, в какой области, в каком городе, какой проект проходит экспертизу. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. В Таразе шесть заключенных сбежали из колонии поселения. Среди них карманники, мошенники и хулиганы. Есть даже рецидивист. Все они являются уроженцами Алматинской области. Именно там в первую очередь руководство спецучреждения самостоятельно пыталось искать беглецов. Но попытки не увенчались успехом. Оказалось, заключенные пропали из колонии в разное время. Кто-то отсутствует уже год, а кого-то недосчитали всего две недели назад. У двоих и вовсе сроки подходили к концу. План побега один. Утром ушли на работу, назад уже не вернулись. Зато теперь некоторым из сбежавших грозят сроки куда серьезнее. В ДВД Мангистаусской области сообщили подробности ночного инцидента в Актау. Сотрудниками криминальной полиции был задержан 46-летний мужчина, у которого изъяли учебную гранату. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. По данным полиции, оружие в ходе конфликта не применялось и выстрелов не было. Напомним, минувшей ночью в Актау полицейскими была перекрыта дорога между двумя микрорайонами. Очевидцы сообщали о драке и о том, что они слышали стрельбу. Также видели одного мужчину, лежащего на земле. Будущее за новыми технологиями. В этом уверены участники учебного тренировочного сбора по робототехнике. Мероприятие проходит на базе Уральской Назарбаев интеллектуальной школы. Главная цель этого мероприятия – отобрать лучших участников, которые смогут принять участие в Международной Олимпиаде. Эти ребята всерьез увлечены робототехникой. Благодаря своей фантазии и упорству они заставляют роботов не только передвигаться, но и делать ряд полезных команд. Робототехника стала одним из направлений детского учебного центра «Кенгуру». Уральск можно назвать центром робототехники Казахстана, потому что на вот этой республиканской олимпиаде по робототехнике из семи категорий, то есть из семи видов спорта, можно так сказать, по робототехнике, уральские ребята забрали пять золотых недель. В учебно-тренировочном сборе принимают участие ребята со всех регионов, занявшие места в республиканских соревнованиях, состоявшихся в июле текущего года в Астане. То, что роботов удается в буквальном смысле оживить, участников, несомненно, вдохновляет. Многие из них занимаются робототехникой уже несколько лет и уже успели принять участие в конкурсах разного уровня. Те, кому удастся показать наилучшие результаты, смогут принять участие в Международной Олимпиаде, которая пройдет в Коста-Реке. Как известно, в России и Белоруссии система маркировки меховых изделий уже работает. А в Казахстане проект находится на стадии разработки. Переход на новую систему запланирован на 2018 год. Но уже сейчас Национальная экономическая палата Атамикен обращает внимание предпринимателей на то, что с момента запуска маркировки на территории Казахстана в торговом обороте могут находиться только меховые изделия с нанесенными контрольными знаками. Мы провели расследование и выяснили, что происходит на рынках и в меховых бутиках Уральска. Чем холоднее на улице, тем привлекательнее выглядит покупка шубы. Ходовой сезон для меха начинается еще до снега. Чтобы распознать мех, понять, кто и где его сделал, на шубе должен быть чип. Ведь меховые изделия должны продаваться с электронными чипами. К сожалению, на ярмарках и в магазинах не все шубы с чипами. Мы нашли шубы с чипами только в двух из 15 бутиков Уральска. В основном везут нелегальные шубы из Китая. Я купила на ярмарке шубу за такую хорошую смешную цену за 200 тысяч сеньги. Но практически через неделю шуба начала редеть. На подоле появилась проплешина. Так что в итоге мне пришлось относить шубу в ателье на ремонт. К сожалению, что не купила сразу качественную шубу, как вот в этом магазине с чипом. Легальный товар из-за границы должен проходить проверку на таможне. Российские шубы маркируют чипами на фабриках. Все шубы должны иметь либо зеленую, либо оранжевую бирку. Проверить информацию о чипе можно с помощью бесплатного приложения на мобильном телефоне. Из этой информации понятно, что производитель в ответе за свой товар и гарантирует его легальность. Только шуба с чипом гарантирует долгий срок службы и качество изделия. И не забывайте, скупой платит дважды. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что еще больше полезной и интересной информации вы сможете найти на нашем электронном сайте www.tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ СПОНСОР 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 ПОГОДЫ